Здравствуйте! В эфире телеканал ОТС «Вечерние новости» в студии Светланы Шевченко. Смотрите в этом выпуске. Медсестра проверила наши медконечки и сказала, что у нас не хватает прибивки именно от кори, и мы должны обязательно вакцинироваться, потому что сейчас идет повышенная заболеваемость кори. Более 22 тысяч жителей региона пройдут вакцинацию. Кто в зоне риска? Сейчас электрощит вполне себе работает, но здесь держится стойкий запах гари. На своем горьком опыте местные убедились, что нужно обзаводиться индивидуальными средствами защиты. Жители дома на Выборной страдают каждую весну в темноте и без бытовой техники. Тающий снег на крыше топит электрические щиты. Как решить проблему? Когда-то это здание было двухэтажным и административным. Потом около 10 лет стояло в заброшенном состоянии. Но в последние месяцы здесь велось активное строительство. В деревне Шибково из Китимского района возвели исправительный центр для осужденных. Почему местные против соседства? Ремонт дорог и строительство социально значимых объектов. На эти цели в Новосибирской области выделят дополнительные средства. Первые корректировки в бюджет региона одобрило правительство в числе задач уточнения финансирования дорожного фонда и выполнения социальных обязательств. Обеспечение условий софинансирования с федеральным бюджетом преимущественно здесь связано с выполнением задач в сфере жилищно-коммунального хозяйства, включая их по объектам газификации в двух районах, которые вошли в программу газификации с задействованием средств ФНБ. С дополнительными расходами на технические присоединения, с участием программ наших регионов в федеральном проекте по благоустройству территорий. Деньги вложат в ремонт дорог и тротуаров Новосибирска, закупку техники. Кроме того, увеличат финансирование на строительство благоустройства и оснащение объектов, планируемых к воду в 2023 году. Это школы, поликлиники, детские сады, культурно-досуговые центры, спорткомплексы. Объем расходов областного бюджета составит почти 313 миллиардов рублей. От кори сибиряков обезопасит подчищающая иммунизация. В Новосибирской области прививки поставят 22 тысячам человек. В зоне риска дети старше 6 лет, педагоги и врачи, мигранты и кочующее население. Те, кто часто бывает в отъездах. Вакцинация началась в поликлиниках мегаполиса. Юлия Алиханова расскажет, кто еще в очереди во врачебный кабинет. С самого утра в госпитале ветеранов-воинов оживленная очередь. Все в прививочный кабинет. Среди ожидающих и сотрудники образовательных организаций. Педагоги прививаются в обязательном порядке, ведь для работы с детьми необходимо быть здоровым. Медсестра проверила наши медканюшки и сказала, что у нас не хватает прививки именно от кори. И мы должны обязательно вакцинироваться, потому что сейчас идет повышенная заболеваемость кори. Перед вакцинацией проверка состояния здоровья, пульс, температура, давление и самочувствие пациента. В первую очередь вакцинируют население, которое относится к группе риска. А именно люди, чья работа связана с социальной сферой. Также поставить прививку могут пациенты, которые никогда не вакцинировались, и те, кто имеет лишь одну прививку. Противопоказания такие же, как для обычной плановой вакцинации. То есть это острые заболевания. Определяет эти противопоказания врач, который осматривает пациента перед вакцинацией. Если это взрослый человек-терапевт, если это ребенок-педиатр. Это в первую очередь острые заболевания у РВИ, либо обострение хронических заболеваний, то есть в острую стадию. По данным Роспотребнадзора, в Новосибирской области выявлено 11 очагов распространения кори. Меньше всего подвержены заболеванию вакцинированные. При появлении первых симптомов следует незамедлительно обратиться к врачу. Симптомы – это высокая температура, это лихорадка, это сыпь, это катаральные явления, это может быть конъюнктивит, может быть осложняться бронхитом, осложняться пневмонией. Лица, которые привиты, привиты и двухкратно, они не болеют, либо болеют в легкой-легкой степени. Иммунизация против кори продлится до конца года. В регионе вакцинируют больше 20 тысяч человек, из них четверть – это дети. Поставить прививку против кори можно в любой поликлинике по месту жительства. Для сотрудников медицинских, образовательных и торговых предприятий будет проходить централизованная вакцинация. Юлия Алиханова, Сергей Жданов, Новости ОТС. Этой весной чаще, чем обычно, минус по ночам сменяет дневной плюс. Тающие снег и лужи покрываются куркой льда, создавая новосибирцам проблемы. В некоторых местах не пройти, не проехать. Михаил Конышев убедился. Центр левобережной части города. Пересечение улиц Космическая и Карла Маркса. Вдоль дома на пешеходной части лежат сугробы снега. Тротуар представляет из себя узкую скользкую дорожку, по которой ежедневно ходит не одна сотня человек, невольно становясь участником небольшого квеста. Перед теми пешеходами, которые идут вдоль дома по Космической 8, стоит несколько задач. Первое – пройти и не упасть. Второе – не испачкаться. Ну и самое главное – преодолеть этот участок. Потому как здесь больше пройти к улице Карла Маркса негде. Удивительно то, что дальше по Космической пешеходной зоне без снега, и на ней могут свободно разойтись сразу несколько человек. С весенними перепадами температур сложная обстановка и в некоторых дворах Новосибирска, например, на улице Вертковской. Колея, лед. Видно, что дворник пытался посыпать песком лед. Но, к сожалению, даже эти меры не могут уберечь человека от падения. А вот яркий пример, как во дворе водители применяют навыки вождения. Невысокая ледяная колея не дает автомобилю встать на стоянку. Движение вперед, назад, чуть больше усилия на педаль акселератора, и машина выезжает из ловушки. Мы вчера буквально застряли на машине, и мой парень отдалбливал этот лед, чтобы хоть как-то выехать. Нам дедушка даже оставил инструмент для того, чтобы некоторые соседи отдалбливали лед, потому что не мы одни такие. По прогнозу синоптиков, в ближайшее время погодные и температурные колебания будут и дальше. Поэтому пешеходам и водителям в утренние и вечерние часы стоит быть осторожнее. Михаил Кунышев, Тарас Тарасов, Новости ОТС. Ярсы с задачей справились. В Новосибирской области завершились командно-штабные учения ракетных войск. Соединение, оснащенное комплексом Ярс, выполнило обширный перечень задач и водных. В том числе по интенсивным маневренным действиям на маршрутах боевого патрулирования. Военнослужащие совершили марши протяженностью до 100 километров. Отработали рассредоточение агрегатов в лесном массиве со сменой полевых позиций, а также организацию маскировки, боевого охранения и противодействия диверсионно-разведывательным группам условного противника. Кроме того, подразделения совершили вывод спецтехники из зон условного химического заражения. В деревне Шибково из Китимского района прошел народный сход. Местные жители пишут петицию против заселения осужденных в исправительный центр. Учреждение построили неподалеку от жилых домов. Сергей Толмачев выяснил, чего опасаются селяне, и побывал на птицефабрике, куда отправляют приговоренных к принудительным работам. Я переживаю за своих детей. В первую очередь, потому что растут дети и в безопасности. Ну, я такое не чувствую уже. В маленькой деревне большой переполох. Все из-за здания на окраине. Местные узнали, что здесь будет находиться исправительный центр для осужденных. Когда-то это здание было двухэтажным и административным. Потом около 10 лет стояло в заброшенном состоянии. Но в последние месяцы здесь велось активное строительство. Установили котельную, надстроили третий этаж и поставили вот такие ограждения. Здание купила новосибирская птицефабрика и перестроила. Жители Шибково не знали, для чего именно. Слух прошел несколько дней назад. Информацию получили и посмотрев интервью из Китимского главы. Господин Завражин выпускал, выступал, интервью давал. И там было сказано, он сказал, что будут граждане находиться, которые отсидели около 10 лет и будут свои сроки заканчивать здесь. В колонии свободного поселения с 8 до 8 у них будет свободный доступ по деревне, ходить они могут. Селяне собираются подавать жалобы во все инстанции власти. Однако власть местная говорит, официальных документов в сельсовет не поступало. Все слухи только были, известно не было. Вот данные и сейчас, и сейчас же непонятно, будет оно здесь или не будет. То есть вам никакой официальной бумаги не приходило? Нет, конечно. Я никакой официальной бумаги не читала. За комментариями съемочная группа отправилась непосредственно на птицефабрику. Это и есть место тех самых принудительных работ птицефабрика. Несмотря на хорошую по сельским меркам зарплату, средняя 42 тысячи рублей, здесь всегда не хватает персонала. И видно, что большинство рабочих все-таки женщины. Поэтому и заключен договор со службой исправления наказаний. Это не бесплатная рабочая сила. Осужденные трудятся здесь на тех же правах, что и штатные сотрудники. Они не заключенные, они отбывают наказание. И на работу ездят не под конвоем. На данный момент у нас 180 потребностей в рабочей силе. Возим мы из исправительных центров 30. Это для нас капля в море. Но это очень значительная капля, так как эти сотрудники очень мотивированы на работу. И хотят получить положительную характеристику. Евгений один из таких работников. Его обязанность вести хозяйство в птичнике. Закладывать корм, воду, контролировать микроклимат и автоматическую уборку. По освобождению, я думаю, что возьмут сюда на работу. Есть желание прийти? Да, конечно, есть. И предложение есть от администрации. Принудительные работы – особый вид наказания. Как правило, его назначают за совершение легких преступлений, чтобы не отправлять человека в колонию. Или применяют по решению суда, к тем, кому остался небольшой срок, при условии примерного поведения. По статистике, процент рецидива среди таких осужденных ничтожный. Что касается повторной преступности, начиная с 2017 года, как был введен этот вид наказания, за пять лет было совершено указанной категорией граждан 13 преступлений. При этом на территории Новосибирской области за это время совершено порядка 300 тысяч преступлений. И даже для сравнения за предыдущий год несовершеннолетними только было совершено более 800 преступлений. В области 8 исправительных центров. Когда откроют новый в Шибково, пока неизвестно. Не все документы подготовлены. Однако местные жители уже протестуют. Новости ОТС проследят за развитием событий. Сергей Толмачев, Евгений Павлов, Алексей Зубила. Новости ОТС. Новости на телеканале ОТС. Далее в программе. Пожар в той комнате. Загорелась проводка. Расковыряли, сделали. И вот так вот каждый год там сделали, там сделали. А теперь каждый год течем вот как можем. Это имитация перчаток космонавтов. Они сшиты всего лишь из двух слоев ткани. У космонавтов 62 слоя. Негабаритные декорации машины, кушеточка там. Дай бог, если вы видели, какая это. Большой спектакль, масштабный. Действуй, твори, создавай. Не жди, гордись, чини, учись. Не останавливайся и наслаждайся результатом. Новосибирск. 100 дел. Просто сделай это. Первомайская, 45, утра, лейная, 52. В противогазах все семьей, а ужин готовят на походной плите. И это не полевые условия. Так живут владельцы квартир ванного этажки на Выборной. Каждую весну талая вода с крыши попадает в электрощиты. Происходят замыкания и пожары. Люди неделями живут без света. Александр Сульдин побывал в проблемном доме. Тревожное воскресенье выдалось у жильцов дома номер 101 на Выборной. Сначала потоп, талая вода с крыши побежала по стенам, затопила электрощиты. Ток, пожар, отключение света. Это случилось ровно неделю назад. Сейчас электрощит вполне себе работает, но здесь держится стойкий запах гари. На своем горьком опыте местные убедились, что нужно обзаводиться индивидуальными средствами защиты. И вот, например, в 73-й квартире целый комплект. Противогаз детский, противогаз взрослый и дополнительные фильтры. А еще, насидевшись без света, местные решили прикупить газовую плитку походную, чтобы готовить еду у себя в квартире. У Галины Сергеевой до сих пор нет электричества. Лампочка горит максимум минут 10. Провода еще не просохли. Включу и вах. Галина Алешина живет здесь с самой сдачи дома уже 40 лет. Сгоревший электрощит у нее за стенкой. По словам пенсионерки, проблемы начались сразу же после новоселья, также весной. Все потекло, вырубило свет, мне все, стену вот эту расковыряли, дали. Через пять лет пожар в той комнате, загорелась проводка, расковыряли, сделали. И вот так вот каждый год там сделали, там сделали. А теперь каждый год течем вот как можем. По словам председателя совета дома Ирины Нагорной, нужен капитальный ремонт кровли. Замена крыши ранее была назначена на 2035 год. Чтобы сдвинуть сроки и ускорить процесс, жильцы создали специальный счет, на который выводят накопление на капремонт. Обращались в мэрию, в госжилинспекцию. Пока ждут ответ на жалобу. Многоэтажку обслуживает управляющая компания жилищного хозяйства Октябрьского района. Ирине Нагорной там пообещали, обновлять крышу начнут в июне. Так ли это? В каком случае стартуют работы? Корреспонденты УТС направили запрос в обслуживающую организацию. Александр Сульдин, Константин Менин, Новости УТС. Зданию школы номер 146 в Первомайском районе Новосибирска 70 лет. Сейчас там ведут капитальный ремонт, объект под шефством партийного десанта «Единая Россия». Сегодня оценили ход работ. Как меняется дом знаний, расскажет Дмитрий Антипов. Рабочие убирают старые материалы со стены пола. От здания останется лишь коробка, которая, к слову, неплохо сохранилась. Строили на совесть. Сколько мы здесь учились, каждый год говорили о том, что школу надо ремонтировать, но она никак не попадала ни в какой бюджет города и откладывалась, откладывалась. Последний раз, я помню, сказали, 2023 год, может быть. А потом в один прекрасный день приехал Городецкий, посмотрел все, и потом быстро нас включили в федеральный бюджет. Народная программа «Единая Россия», с которой партия победила на выборах в Госдуму, включает 294 положения. Реализовывать их будут до 2025 года. В этой школе полностью обновят мебель, обустроят мастерскую со станочным парком для уроков труда, перестроят спортзалы. Больше сотни школ мы приведем в порядок после реконструкции и капитального ремонта. Но это уже точно, это уже результат. Да, может, не всю проблему охватим, но я думаю, что по мере понимания удачного освоения этой программы, мы, например, в Совете Федерации однозначно будем вместе со своими коллегами в Государственной Доме, будем ставить вопрос перед правительством, обсуждая о продлении. Сегодня стройку проверили в рамках партийного десанта. Его участники – общественники, родители, представители подрядчика. Проект рассчитан до декабря, однако подрядчики обещают завершить все работы к началу учебного года. Самое сложное, что предстоит здесь делать, это полностью заменить все коммуникации. За 70 лет, которые до этого работала школа, они пришли в полную негодность. Дмитрий Антипов, Тарас Тарасов, Новости ОТС. Как Юрий Гагарин, опробовать тренажер, на котором испытывал вестибулярный аппарат «Легендарный космонавт», могут юные жители мегаполиса. Всероссийская интерактивная выставка для детей познакомит с внеземными тайнами. Сейчас экспозиция в Новосибирске. Как проходят тренировки на гироскопах и почему космонавтов по 10 лет готовят к полетам, расскажет Светлана Антимонова. Хорошо закрепить руки-ноги, зафиксировать тело и, главное, забыть про страх. Опытный инструктор встает к штурвалу. Вращает гироскоп вручную. Занятие не из легких. Малейший сигнал тревоги от юного космонавта и тренажер остановит. Но даже гироскоп не самый экстремальный экспонат. Здесь в вортексе надо пройти по мостику и не пошатнуться. Ребята не боятся пробовать новое, узнавать больше фактов о жизни за пределами Земли. Например, как космонавты принимают водные процедуры или что кушают на обед. Кстати, что гуляш, что борщ, что пирожные в невесомости по вкусу мало похожи на земные блюда. А еще интересно юным экспериментаторам общение с роботами. Там робот с плешней и вот это вот. А что здесь интересно? Ну-ка расскажи, покажи. Тут можно нарисовать. Вот примерно. То есть просто телефоном можно рисовать? Короче, здесь все прикольное. Даже обычная, казалось бы, песочница благодаря космическим технологиям становится почти волшебной. Это вулкан. Как работает инфракрасное излучение? Он считывает высоту, на которой перекрываются линии и переводит их как бы в поверхность. Если раньше мы с вами играли с песком и нам приходилось представлять, что мы построили гору или вырыли океан, то тут ничего не надо представлять. За вас все сделает Эксбокс. А еще можно попытаться спасти Международную космическую станцию. Представьте, на МКС авария. Надо выйти в открытый космос и произвести ремонт. Это имитация перчаток космонавтов. Они сшиты всего лишь из двух слоев ткани. У космонавтов 62 слоя. И вот в этих огромных неуклюжих перчатках надо, выйдя в открытый космос, суметь открутить какую-нибудь гаечку или болтик, если что-нибудь сломалось. Но вот даже в этих тонких перчатках у меня пока плохо получается. Наша землячка Анна Кикина 10 лет готовилась, чтобы попасть на Международную космическую станцию. Сейчас она проходит реабилитацию в Америке, но совсем скоро вернется домой и расскажет новосибирцам о своей работе и приключениях. А эти истории волнуют и детей, и взрослых. Мне тоже в детстве было интересно узнать что-то о космосе. Космос – это же что-то прям неограниченное, большое. Детям интересно. Плюс у нас, например, можно поуправлять роботами всякими. Детям нравится. Мне тоже нравится. Сейчас у любого есть возможность увидеть Землю глазами космонавтов. Из МКС идет прямая трансляция полета. Кстати, один полный оборот вокруг Земли станция делает за полтора часа. И у новосибирцев есть шанс ее увидеть в небе. Светлана Антимонова, Тарас Тарасов, Новости ОТС. Новосибирский Гэтсби улетел покорять Москву. Сегодня труппа музыкального театра отправилась на фестиваль «Золотая маска». Мюзикл претендует на победу в пяти номинациях. Вместе с театром на гастроли полетела и съемочная группа телеканала ОТС. Алексей Кудинов на прямой связи из столицы. Леша, каковы шансы на победу? Добрый вечер, Светлана. Великий Гэтсби претендует на победу в пяти номинациях главного театрального конкурса страны. В том числе и как лучший мюзикл или оперета. Единственный конкурсный показ запланирован на завтра, на вечер. Театр будет выступать на площадке «Рамта» российского академического молодежного театра. Эта сцена хорошо знакома новосибирцам. Именно там совсем недавно спектакль «Фома» показали так, что он забоевал аж три золотые маски. Великий Гэтсби мюзикл масштабный. Для того, чтобы показать его, в Москву в начале прошлой недели отправили две фуры с декорациями, оборудованием и реквизитом. В столицу привезли два шикарных кабриолета, пальмы и множество костюмов. Негабаритные декорации, машины, кушеточка там, дай бог, если вы видели, какая это. Большой спектакль, масштабный, и мы рассчитываем на победу с ним. Фуры уже добрались до Москвы. Сегодня ночью их начали разгружать и готовить к показу спектакля-сцену «Рамта». Для этого еще накануне в столицу вылетели технические специалисты, монтировщики. А сегодня утром артисты, музыканты, оркестра. Всего театр купил 135 билетов, но, что интересно, людей полетело меньше. Музыканты отправились в столицу со своими инструментами и виолончили, например, в багаж сдавать нельзя. Для них покупают отдельные билеты. Сегодня распределиться надо немножко, отстроить звук, как бы, сегодня чисто техническая репетиция. А завтра уже, ну, похалтурить, конечно, не получится на прогоне, потому что надо все равно проходить все в полную силу. Ну, а на спектакле уже выдавать все, что есть. За Михаила уже можно порадоваться. Он впервые номинирован на «Золотую маску». Он будет спорить за победу среди лучших артистов мюзикла и оперетты. Анна Ставская представлена в номинации «Лучшая актриса». Также за личные награды поспорят дирижер Александр Новиков и художник по свету Ирина Вторникова. Напомню, показ завтра, как он будет проходить, как примет московская публика на «Мосибирский спектакль», расскажу уже в следующих выпусках новостей. Спасибо, Алексей. Желаем удачи нашим артистам и ждем «Золотой маской», а может даже и не одной. И в продолжение темы искусства. Цвет настроения синий, единственная моя и другие хиты Филиппа Киркорова могут не услышать новосибирцы. Сегодня в мегаполисе у театра «Глобус» прошел пикет в защиту традиционных духовно-нравственных ценностей из-за отмену концерта. Станислав Блинов пообщался с собравшимися и узнал, чем артист не угодил общественности. На пикете у памятника Высоцкому собрались около 30 человек с плакатами. Люди считают, эпатажные творческие номера и поведение исполнителя угрожают культуре и традиционным ценностям России. Филипп Бедросович Киркоров систематически глумится над чувствами верующих. Чего стоит только выходка с попранием креста. До этого была гей-свадьба на канале МОЗ-ТВ. С просьбой отменить концерт Филиппа Киркорова в правительство области обратились представители сразу 23 общественных организаций. Петицию подали в конце марта. Просмотрели выступление Киркорова именно в рамках этого тура. Возникла ассоциация, что это серьезный сатанизм. Много там символики и драматургии сатанинской. Общественники рассказывают, пикет это не проявление цензуры. Существует закон, федеральный закон, по которому живет как губернатор, так и обычные люди в Новосибирской области, который прямо запрещает медийной персоне, организации, кому-либо пропагандировать любые виды садамии. Концерт планируют провести на локомотив-арене, которая находится в ведении областного министерства спорта. Там рассказали, площадку предоставляют на основании договора аренды и причин для его расторжения пока нет. Но ни для кого не секрет, что линия фронта проходит не где-то в юго-западных границах России, она проходит по душам людским. За провокационные выступления артист уже приносил извинения. Новых искренность общественники не верят. Тем временем концерты юбилейного тура уже отменили в Ярославле, Иваново, Костроме и нескольких других городах. В Новосибирске шоу намечено на 5 апреля. Станислав Блинов, Сергей Жданов, Новость ОТС. Сегодня в Новосибирске выбирают сладкую королеву в рамках первого в России конкурса для кондитеров. Среди участников мастера пряничных дел, владельцы кондитерских, фудфлористы. В программе фэшн-дефиле в нарядах 19 века, вокальные и танцевальные номера, творческие выступления участниц конкурса. На празднике «Вкусы и красоты» находится мой коллега Александр Ширудила. Удалось ли ему продегустировать шедевры и каковы масштабы мероприятия, сейчас узнаем. Саша, здравствуй, ждем подробностей. Да, Светлана, добрый вечер. Ну, во-первых, наверное, сложно представить себе более вкусный повод для телевизионного включения, чем конкурс профессионального и не только профессионального мастерства сладко-королева, который проходит сегодня в ДКЖ. Это финальный этап, и, как вы видите, я не нахожусь в окружении тортов. Дело в том, что сегодня программа мероприятия началась с двух часов дня, и просто все конкурсные работы, которые девушки приготовили для финала, их уже съели. Они находятся в желудках у зрителей. Немного досталось и нашей съемочной группе. Но в любом случае самая главная часть происходит сейчас. Это дефиле, заключительный этап конкурса. До этого конкурсантки представили свои творческие номера, стихи читали, пели песни, танцевали здесь на сцене малого зала ДКЖ. Ну а вообще сам конкурс продолжается уже около месяца. 12 мастер-классов за это время прошло. Участницы обучались не только в профессиональном мастерстве, это мастер-классы с шеф-поварами. Ну и, например, прошли такие курсы, как продвижение своей продукции или продвижение личного бренда. Так что, как говорят организаторы, здесь одна из задач, это именно преображение участниц, ну и в том числе создание комьюнити и обмен опытом. Это праздник вкуса и красоты. То есть мы совместили профессиональные достижения и достижения личные. То есть обычно нету для кондитеров, нет мисс-кондитер. То есть мы сделали как раз-то такой конкурс. Участвуют в конкурсе 14 девушек, причем совершенно разного статуса. Кто-то уже работает в кондитерских фирмах, у кого-то свой бизнес, кто-то работает на дому. И есть даже одна участница, которая не является профессиональным кондитером. И по совместительству она является самым возрастным участником конкурса. Однако совершенно это не главное, так как подчеркивают организаторы, здесь важно и умение показать себя. И та продукция, которая была представлена, как участницы проявили себя в мастер-классах. Ну и безусловно, вот сочетание вкусно готовишь, хорошо выглядишь, умеешь подать себя. Это то, что нужно для победы. Храню семейные традиции. У меня бабушка замечательно пекла, собирала целые дворы, целые улицы. Мама закончила Харьковское кондитерское училище, научила меня еще в старой школе, вот как с масла делают розочки. И я это передаю своей дочери, внучке. Одно из главных изюминок этого мероприятия является и то, что корону получат все участницы, организаторы это подчеркивают, потому что не зря были все эти мастер-классы, и девушки уже являются победительницами. Ну и приятный бонус для той, кого выберут лучшие 50 тысяч рублей. В жюри 12 человек находятся также представители и кондитерской сферы бизнеса и других, связанных с личным брендом и продвижением. Так что вот им предстоит выбрать, кто же станет лучшей. Ну а организаторы уже уверены, что опыт этого конкурса можно признать успешным и наверняка планируют проводить его в будущем году. Ну правда, учитывая опыт нынешнего года, планируют отвести чуть больше времени на эти мастер-классы, чтобы снизить нагрузку на участниц, и им было комфортнее выступать. Ну и безусловно, рассчитывают уже собрать еще больший кворум, так скажем. Ну мы будем следить за тем, кого же выберут лучший. И обязательно увидимся еще на телеканале ОТС. Спасибо, это был Александр Ширудила, который сейчас на празднике «Вкусы и красоты» в конкурсе кондитеров, где выбирают сладкую королеву. А мы переходим к другим темам. Кубок успеха собрал в Новосибирске спортсменов из 42 регионов страны. Были участники из Белоруссии, Казахстана и Кыргызстана. Один из крупнейших турниров по каратэ прошел в Манижи Заря в выходные. Михаил Якимов наблюдал за успехами каратистов. Шесть татами. На всех непрерывно идут поединки. Они занимают половину футбольного поля. И этого пространства едва хватает, чтобы в течение трех дней провести соревнования. Один из самых популярных турниров по каратэ во всей Сибири в этом году побил рекорд по количеству участников. Здесь выступило 1820 спортсменов. Ко мне подходят тренеры наши, которые с разных регионов приехали. И говорят, вот, Александр, что это какая история. Буквально только что был момент такой. Говорит, вот я, говорит, был здесь еще, в НЭТе у нас были соревнования. Я, говорит, как спортсмен-то был. А я сейчас приезжаю и своих детей привожу. Такая преемственность поколений стала одной из визитных карточек Кубка успеха. Турнир прошел уже в 27-й раз. Он привлекателен для участников разного возраста. Самым юным – 8 лет. Для большинства из них это первые международные соревнования. А вот у взрослых спортсменов свой интерес. Победители получают звание мастер спорта. Организация, как обычно, на высшем уровне. Отслуживают соревнования у нас 95 судей, из которых 18 судей международной категории. Это очень высокий уровень на шести площадках. И, соответственно, ну и судьи всероссийской категории. Увереннее себя чувствуют и представители, и спортсмены в части того, что судьи не допускают ошибок или допускают их минимальное количество, чтобы не было такого понятия, вот как засудили спортсмена. Открывали турнир спортсмены с нарушениями здоровья. Елена Спаских сама в прошлом знаменитая каратистка, сейчас занимается развитием пара-карате. Направление для спортсменов с ограниченными возможностями. И весьма успешно. Результаты детей растут. По сравнению с прошлым годом, дети уже технически изучили следующие кота. Скажем так, это более сложный набор технических элементов. И, естественно, это говорит о том, что физически и интеллектуально они прилагают больше усилий и, соответственно, демонстрируют это. Всего на турнире в разных возрастных и весовых категориях разыграли 105 комплектов медалей. Хозяева – каратисты из Новосибирска. Не ударили в грязь лицом и собрали больше всех наград. 24 золотых, 28 серебряных и 44 бронзовых медали. В общей сложности 96. На втором месте представители Алтайского края. У них 30 наград. Тройку лидеров замкнули каратисты из Челябинска, у которых 19 медалей. Михаил Якимов, Константин Менин. Новости ОТС. Все о важных событиях региона на телеканале ОТС. Мы работаем для вас. До встречи в эфире. Субтитры предоставлены управлением архитектурно-строительной инспекцией мэрии. Своя квартира с готовым ремонтом в новых матрешках от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Девелопер Вира. Прогноз на 4 апреля. По данным сервиса Яндекс.Погода в Новосибирске будет облачна с прояснениями. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Влажность 65%. Температура воздуха ночью минус 2,4. Днем плюс 5,7. В последующие двое суток будет облачна с прояснениями. Температура воздуха в среду плюс 3,5. В четверг плюс 10,12. На этом о погоде все. С вами была Мария Лунева. До встречи на канале ОТС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова